Здравствуйте! С вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы вам рассказываем о внедрении и разработках прорывных транспортных технологий. 20 век стал временем стремительной урбанизации. Не более чем столетия назад всего лишь 5% населения земного шара жило в городах. Сегодня же каждый второй житель нашей планеты – горожанин. Более того, население городов растет более высокими темпами, чем население Земли в целом. Колоссальные урбанистические образования выступают как мощные очаги деградации и возмущения природы. Для того, чтобы этого не происходило на обширных территориях, необходимо обеспечить регенерацию чистой воды, воздуха, почвенно-растительного покрова, ландшафтов и экосистем. Также постоянные пробки приводят к транспортному коллапсу. Комплексный подход к решению всех данных проблем и был предложен инженером Юницким. В чем он заключается, чем отличается от многих других подобных идей, типа проекта Венера, Жака, Фреско и так далее, давайте узнаем у самого Анатолия Эдуардовича. Анатолий Эдуардович, а почему для улучшения качества жизни в городах невозможно использовать уже существующие виды транспорта? А также хотелось бы узнать, чем SkyWay лучше других перспективных разработок? Если можно, давайте проведем сравнительный анализ наших технологий с такими уже утвердившимися, как, допустим, железнодорожный транспорт. Вообще-то города должны быть пешеходными. И так сложилось, что улицы, по которым раньше ходил пешеход, житель города, да, ведь города начали строить тысячи лет назад, поехали автомобили и вытеснили людей на обочине. Знаете, сколько людей гибнет сейчас в городах? Создается невыносимый шум. Сейчас по вредному воздействию человека шум выходит на первое место. Например, в Москве в год гибнет около двух тысяч человек, из них около пятьсот детей в год в одном городе, да? И сейчас фактически города строят не для людей, для автомобилей, для машин. Поэтому парковки должны быть, да? Поэтому должны быть пешеходные переходы на дорогу или под дорогой, чтобы, не дай бог, автомобиль не заболел. Вы абсолютно правы в том, что города строятся не для людей, а для автомобилей, даже как их чистят. Вот с дороги снег бросают на тротуар и пройти невозможно. И это произошло потому, что транспорт занял улицу, предназначен для пешеходов. Поэтому транспорт должен быть не уличным. Он должен быть или под улицей, или над улицей. Под улицей метро. Но метро дорого, тоже небезопасно, в том числе экологически, потому что сколько домов в Москве упало за то, что прорыли тоннель, да? Там и плывуны образуются, много чего другого, да? И это надо подземно спускаться на большую глубину, что тоже небезопасно с точки зрения здоровья, потому что мы ведь не подземные жители. И вот замкнутое пространство, глаустрофобия, сильнейший шум, там очень сильный шум, потому что замкнутое пространство, да? Мощные электромагнитные поля, ну, небезопасно для здоровья человека. И исследования, это не мои исследования, это врачи-медиков, исследования, они показали, что, например, в московском метро, это лучшее метро в мире. Можно находиться безопасно для здоровья только 3 секунды, 3 секунды. Все остальное вредно для здоровья. Поэтому подземное, это тоже не лучший выход. Птицы летают, например, над земной, поэтому лучше подняться на воздух, да? Над дорогой, над улицей и оставить первый уровень, где, собственно, люди живут, животные, да? Где дети бегают и играют, где растут растения, цветы, деревья. Оставить для жизни, а перемещаться на другом уровне. И тогда любой город может стать пешеходным и безопасным. Потому что все аварийные ситуации возникают только потому, что и люди, и пешеходы, и транспорт находятся на одном уровне, во-первых. Мы сейчас их разнесем. И тогда такие города будут с другими городами. Удобными, безопасными, комфортными для проживания. Спасибо большое. А теперь, если говорить о том, почему не подходят уже существующие виды транспорта и в чем SkyWay лучше их, давайте, может быть, с железнодорожным сравним для начала. Я бы со всеми сравнил. Опять же, основной недостаток, то, что двигатель находится на поверхности земли. Например, японцы в Токио поступили по-другому. Они сейчас эстакады стали размещать над землей. Ну, там другая крайность. Столько бетона, что уже небо закрыто. И этот бетон не вечен. Он скоро начнет сыпаться на голову людей. А когда землетрясение, то тоже все падает. Поэтому железнодорожный транспорт, он не подходит. Ну, разновидный железнодорожный транспорт – это трамвай. Он отнимает полосу отвода на дороге. Значит, усугубляет движение по дороге автомобиля. То есть, не улучшает, а усугубляет. Потому что отнимает полосу. В том числе и скоростной трамвай. В том числе и скоростной трамвай будет выделенной полосы. Поэтому он не решает никаких проблем. А только усугубляет. Контакт на сеть. Это радиозвучение. Там же искрит все, горит. В стадии возникают бождающие токи в грунте, в земле. Это разрушает фундаменты зданий. То есть, там целый комплекс недостатков, на самом деле, у этого транспорта. Если взять автомобильный транспорт, то там те же недостатки на первом уровне. Нужен асфальт, который тоже экологически опасен. Опять же, как перейти эту дорогу в улицу? Значит, надо либо под дорогой, либо над дорогой пешеходный переход. Автомобильный транспорт, он неэкономичный, потому что колесо катится от пневматической шины по асфальту. Небольшое сопротивление к качению колеса. И поэтому надо большой расход топлива, чтобы просто катиться. На первом же дорожном транспорте эти затраты меньше. На порядок, даже больше, чем на порядок, меньше. При этом, у городского транспорта есть еще такой недостаток. Обычно любое транспортное средство, неважно, это легковой автомобиль, автобус, трамвай, троллейбус. Металла больше, чем масса пассажиров. Вот я часто наблюдаю, когда едет трамвай по улице, и там сидит два человека. Трамвай весит 25 тонн. 25 тонн железа, и тут двоих пассажиров. А в городском транспорте, у него другой режим движения. Нужно разогнаться быстро, потому что скоро будет новая остановка. Потом чуть-чуть проехать, потом надо быстро затормозить. И всю эту энергию надо выбросить. Причем энергия затрачена не на разгон пассажиров, а на разгон железа. Поэтому пытаются ставить рекуператоры энергии, чтобы эту энергию вернуть. Но все равно, даже у электромобиля Тесла рекуперация возвращает только не более 60% энергии на разгон. Это только часть энергии затрачена. Поэтому любой городской транспорт наземный, на поверхности земли, он неэффективен. Эффективен. Любой, неважно, автомобильный, железнодорожный. Он неэффективен, он энергозатратен, он очень дорогой. И в том числе потому, что городская земля очень дорогая. Гектар городской земли может стоить десятки, тридцать сотни миллионов долларов. А дорога отнимает эту землю. Там могли быть парки, скверы, могли быть дома. А там дорога. Поэтому никакой существующий транспорт не подходит для решения городских моментов. Это же касается и монорельса, и поездов на магнитной подушке. Нет. Монорельс это уже эстакада. Он меньше отнимает земли. Это уже не уличный транспорт. Он, безусловно, лучше, чем наземный транспорт. Но он безумно дорогой. Например, целый ряд есть проектов, где километр монорельсовой дороги стоит 150-200 миллионов долларов. То есть это безумно дорого. И ведь эти деньги берутся у людей, у городских жителей. Ведь это можно направить на детскую площадку, на какую-то социальную сферу, на помощь людям. А это вкладывается в дорогу, которая никогда не окупится. Никогда не окупится. Дороги поезда на магнитной подушке еще и ныне эффективны, чем монорельсовая дорога. Это иллюзия, что магнитная подушка решает какие-то проблемы. Не решает никаких, кроме безумной стоимости и безумных энергетических затрат на движение. А вот Skyway, если взять струнные дороги, струнные технологии, они исключают все нерастатки существующие. Ну, во-первых, это уже не уличный транспорт, над землей. При этом у нас нет полотна сплошного, нет балок этих мощных, как те же японские дороги, допустим, эстакады. Которые ухудшают вид, да? Так не только вид. Представьте, сколько это железобетона, а он стоит денег. Такие эстакады стоят 200, 300, там, 400 миллионов долларов за километр. Потому что там безумное количество материала. Закрывает даже небо, да? А у нас два струнных рельса. Вообще дорога прозрачная, она же тени не дает. Как не дает провод, там, да, линейная передача, он не дает тени. Потому что он высоко размещен. Поэтому материала мало, ресурсов мало, да? И это стоит очень дешево. Недорого и по карману любому, бюджету любого города. Потом институционные издержки низкие. Мы знаем, что такого сейчас вот у снегопада были. Вот мы сейчас в Минске, там невозможно было проехать по улицам. То же самое в Москве. Нашу дорогу струну чистить от снега не нужно. И от наледи не нужно. А это структура самоочищаемая. Если было полотно, там бы лежал снег. Как он может лежать на узких рельсах? В этом колесо, когда прижат, он сдувает. И снега, и лед. Поэтому минимальные институционные издержки. И поэтому себестоимость проезда наших дорог с КВ мы могли бы снизить по сравнению с существующим медленным транспортом, ну, раз в пять. Потом там, где стоит, допустим, проезд, я не знаю, ну, если говорить, в рублях, там, 30 рублей, 40 рублей, там, метро, допустим, да? У нас будет сто пять рублей. Вот эту систему легко внедрить в любую городскую структуру, инфраструктуру, не нарушая ее, не ухудшая качество жизни, наоборот, улучшая качество жизни людей. И при этом эта система долговечна. Мы гарантируем срок службы не менее 100 лет для путевой структуры. Поэтому это надолго строится, и это быстро купается, поэтому это будет давать большие доходы тем, кто построит такие дороги. А скажите, какова, в принципе, роль и каково место транспортных коммуникаций в развитии современных городов? Есть такое понятие в транспорте – доступность, транспортная доступность. Так вот, города стали появляться на планете только потому, что нужна доступность транспортная. Значит, надо быстро до работы добраться, до места отдыха, на рынок, в магазин, какие-то развлечения. При этом комфортным считается, достаточно комфортным, когда ты перемещаешься к какой-то цели, не более чем 30 минут, полчаса. И поэтому, когда первые города появились, и люди ходили пешком, за полчаса можно пройти там, ну, 2-3 километра. Поэтому города имели такой размер, то, что за полчаса можно было пройти этот уровень. Потом, когда человек сел на лошадь, это средние века, скорость возросла. И за полчаса можно проехать, ну, километров 10. Значит, стали города, там, Париж, да, Лондон, ну, другие, Москва, там, Санкт-Петербург, стали где-то размером порядка 10 километров. Потом, когда в 20 веке появился автомобиль, скорость возросла от движения, за полчаса можно проехать 20-30 километров, а то и больше. Города выросли, то есть, исходя из этого понятия, транспортно доступно, да. Но потом, когда возникла массовая автомобилизация, и когда у городов, особенно у крупных, коллапс возник, транспортный, скорость резко упала. Сейчас средняя скорость движения автомобиля в городе, ну, не выше, чем скорость пешеходов. Это 10-12 километров. И общественный транспорт также движется. Поэтому стали добираться до работы полтора, два, три часа. И города стали абсолютно некомфортными для прижимания. Из-за вот этого понятия нет транспортной доступности. Поэтому у тех городов, которые вот возникли, мегаполисы, та же Москва, нет будущих. Города же мы другим. И они будут другими. Они будут станут линейными. Где вот это понятие транспортной доступности, оно присутствует. И за 15-20 минут можно попасть из любой точки города в любую точку города. Причем абсолютно безопасно, как из-за чистого и недорого. Мы выполняли работу по гранту Организации Объединенных Наций. Первый грант я получил в 1998 году. Эта работа называлась «Устойчиво развитие населенных пунктов и улучшение их коммуникационной инфраструктуры с использованием струнно-транспортной системы». Со стороны Организации Объединенных Наций этот договор с фондом, который я возглавлял, который выполнил эту работу, он был тогда в Москве, этот фонд общественный. Клаус Топпер – это зам. зам. генерального секретаря Организации Объединенных Наций, бывший министр транспорта и инфраструктуры Объединенной Германии. Человек, знающий толк в транспорте. И в этой работе, которой уже 18 лет, есть такой раздел «Струнно-транспортной системы как экологически чистая альтернатива суперавтомобилизации общества». То, что сейчас происходит, суперавтомобилизация общества, которая проводит вот эти калабки. И здесь вот показана структура линейного рода. И описано, что такое. И есть линейный город, когда как бы все вытянуто в линию, коммуникации транспортные, жилье, зоны отдыха и так далее. Вот мы делаем некие транспортные коммуникации. Естественно, они должны быть скоростными, безопасными, не говорится, чистыми. Потом мы делаем остановки, это же городские, значит, городские остановки должны быть. И причем так, чтобы они были пешеходной доступности. Поэтому где-то шагом примерно километр, чтобы пешеходная доступность была. И, допустим, можно было добраться, там, максимум 500 метров пройти. Это 3-5 минут. И вокруг этой станции, которая может быть совмещена с осудным зданием, допустим, с торговым центром, можно построить кластер, где можно построить виллы, дома, монотаж и так далее, где разбить скверы. И можно очень быстро добраться до остановки, до станции. Нам, наверное, нужно двигаться. Мы любим зарядку делать, спортом заниматься. Хотя бы надо 3-5 минут в утром пройти до станции, от дома. То есть лучше пройти, а не проехать. И потом, когда я вернусь сейчас с работы, тоже додался в дом. А так полезно ходить пешком. И эти функции как раз фитнеса выполнят этот кластер. Так, вот второй кластер. Это может быть впись на природу. Здесь может быть река, отлично. Только хотел спросить, я так понимаю, что здесь могут быть горы, реки, леса? Природа, природа естественная. И поскольку она пешеходов, не нужно рубить какие-то просеки. Можно тропинку между деревьев прожить. То есть это можно та же тайга. Можно жилье встроить прямо в тайгу и жить там. Единственное, что нужно сделать, это, допустим, для доминанта высот на здание. И можно построить параллельно, так, и как бы полоса определенная. И опять же, здесь тоже дороги и поперечность здесь от линии. Это не значит, что они будут на одном уровне, они не должны пересекаться, иначе не будет безопасности. Это может быть всего лишь один этаж, три метра. Это 23 секунды, пересел с этажа на этаж и поехал по плечной линии. Это уже шахматы город, который линейный, но он в шахматологике построил. И получается, что я могу с одной пересадкой, вот допустим, надо сюда добраться, отсюда. Я могу с одной пересадкой добраться, могу вот так. То есть есть альтернатива, чтобы не было пробок и так далее. И независимо от размера города, я могу в любую точку попасть с одной пересадкой за 15-20 минут, если транспорт будет скоростной. Я так понимаю, что это что-то типа спального района, а работа где? Так это может быть и рабочим. Вот кластер производственного, а вот живого. Вот кластер не торговый, магазины, рынки и так далее. Кластер вот спортивный. Можно вынести куда-то, ну, в горы. Ну, понятно будет. То есть не вязать это, и не надо работать, ну, жить там, где ты работаешь. Зачем? Потому что можно просто рядом, на таком доступном расстоянии, да, когда ты за 15-20 минут доберешься на работу. Ты можешь просто, ну, это может быть завод какой-то, ты можешь прямо на завод прийти. И если вот эту, как бы, логику применить для городского транспорта, да, кластерного типа дороги, то там есть еще один у нас тип дороги с провисающей путевой структурой, когда, вот, допустим, здание, вот станция, вот здание, вот станция. Когда путевая структура провисает, она самонесущая, она, ну, здесь в случае всего подвесной юнингус, здесь, это газетанно стоит, да, потом выезжает и едет по превосходящей путевой структуре. Какая особенность у этого транспорта? Когда он выезжает со станции, независимо от массы транспортного средства, ее не высота, гравитация разгоняет транспортное средство. Не важно, тонну весит, 10 тонн, 100 тонн, гравитация разгоняется пленым скребом, да. И мы не тратим топливо, энергию на разгон до скорости, где здесь может быть 120 км час и больше. Все будет зависеть от этого правительства, поэтому он нужен, чтобы гравитация была. Потом гравитация, когда он сюда заряжает, начинает тормозить транспортное средство. И появляется, есть гравитационный двигатель, а здесь гравитационный тормоз. И происходит операция стопроцентной энергии, что сейчас как в существующем транспорте, в том же электромобиле Тесла, включает, допустим, мотор-колесо или электропривод на генеральный режим, и начинает получить вырабатывать энергию, тормозя, да, и это все в аккумулятор сбрасывается, а потом берется с аккумулятором. Только 60% энергии можем вернуть, которую мы на разгоне потратили. Не а динамика, ничего другое, а только в разгоне, да. А здесь получается что? Есть закон о сохранении энергии. Здесь у нас социальная энергия МГАЖ, а здесь кинетическая энергия МВЭК, на 2. И получается, что по законам физики, эта энергия приходит в эту энергию, причем с КПД 100%, полная рекуперация. Потом эта энергия приходит на МГАЖ, в эти природные рекуператоры. Поэтому гравитация разгоняет, гравитация тормозит, и гравитация рекуперирует энергию. Поэтому по эффективности эта система, по сравнению с системой, когда мы движемся по грузовидному пути, и тоже транспортное средство, допустим, автобус, надо разогнать, а потом затормозить. И вот если этот же точный автобус поставить на ту систему, его фиктивность улучшится в 5-7 раз. Вот так вот, благодаря этому. Поэтому городской транспорт, вот наиболее эффективный. Вот такой. Это как раз логику линейных городов вписываются. Там не нужна большая стерк, высокая скорость. Нет, так она и не нужна. В городе нельзя скорость 300 кг. Да, да, да. И в городе какие особенности? Должны быть частые остановки. Как раз, да. И на остановке транспортное средство должно стоять. Так оно здесь не останавливается. Оно не должно приезжать. Оно должно остановиться, чтобы выпустить пассажиров и снова кого-то взять, да? И поэтому вот эта система. И двигатель нужен только для того, чтобы компенсировать действия силы трения и аэродинамика. А у нас станок колесо катится по станок головки рельса, поэтому очень маленькие потери энергии на качении колеса. У нас уникальная аэродинамика, которая улучшена по сравнению со спортивными автомобилями в 7 раз. В 7 раз, да? Поэтому нам, ну, могу сказать, что Юнибус, ну, аналог автобуса, ну, допустим, там, 50-местного, да, может развивать скорость по 20 км в час, 120 км в час, имеет двигатель 10 км. То есть это 12-14 лошадиных сил? Это мопед, даже не мотоцикл. Это 13-6 десятых лошадиных сил, правильно? А легковое автомобиль, это 200 лошадиных сил. Понимаете? И такую скорость у него заведет. Вот благодаря вот этим, как бы, всем преимуществам. Поэтому надо города строить не так, как сейчас строят. Давай построим небоскребы. Засунем туда 200 тысяч человек, а потом думать будем, а как их на работу возить? А как с работы? А как доставлять продукты питания? А как вывозить мусор? А как туда добраться, если будет пожар? Или стихийное бедствие? Как тогда их эвакуировать, да? Вот так же сейчас строят, это абсолютно неверно. Надо построить в другой логике транспортном коммуникации, а потом построить город пешеходный, безопасный, да? Вокруг этих коммуникаций, построенный в определенной логике, которые вписаны в природу, не нарушают эту природу. То есть это экогенная технология. Она не разрушает экологию. Она, наоборот, будет возрождать. Потому что там, где появляются такие города, там могут быть пустыни. Там появятся сады, появится почва, появится животный мир, леса, хотя до этого, мол, могла быть пустынка. Очень хорошо, что Вы коснулись экологического аспекта. Я думаю, на транспортной составляющей технологии Skyway мы остановились достаточно. Вы также сказали о том, что получили грант от ООН. Насколько я знаю, Вы их получили целых три. И как раз таки за экологические составляющие технологии Skyway. Вот могли бы Вы остановиться теперь именно на этом подробнее? Ну, нет, так они все гранты, собственно, касаются экологии. Только там... Просто мы сейчас больше говорили именно о транспортной составляющей, линейных городах. Да, это, в основном, это экология. В первую очередь, экология. Потому что в городах стало жить невозможно. Да, вот. По главным причинам. Поэтому два гранта были как раз вокруг транспорта. Это устойчивое развитие населенных пунктов. И есть такая структура в ООН, хабитат. Это устойчивое развитие поселения. И именно хабитат выдал этот грант. Ну, два гранта первых. А недавно мы получили третий грант, который, ну, дан для зеленых крыш. Это висячие сады, образно говоря, когда... Семирамидой. Ну, не семирамидой, а висячие сады Skyway. Когда сады будут не на земле, а над землей. И вот здесь как раз, в том числе, вот линейные города. Вот это в этой логике и построили. Мы для них это делаем. Да. Эту работу. Когда... Ведь сейчас как? Если дорогу строят, бульдозером почву стоим. Да. Дом строят, выкопали фундамент, почву выбросили. А гумус, например, вот живая часть почвы, плодородная часть. Самая ценная. Самый ценный минеральный ресурс на планете Земля. Ценнее нефти и газов в тысячу газ. Да. Он создавался природной миллионы лет. А его взяли, бульдозерами в сторону. Мы поступаем по другому. Мы берем эту почву, улучшаем ее, добавляя гумус, который мы производим из торфа, в частности. Ну, из других биоресурсов, которые идут сегодня в отходы, фактически. Итак, повышаем содержание гумуса до плодородия лучше чернозема, лучше чернозема, перемещаем. Нет, у белорусских, например, почвы гумуса 2-2,5%, чернозем 8%, 10% максимум. Мы можем 20% сделать. То есть, в разы лучше чернозем можем сделать, да? Потому что мы знаем, как гумус сделать, да? И как добавить почву, чтобы почва была плодородной. Так, и туда можно чернок лопатой воткнуть и вырастить яблони или дерево, да? Или буйба. Да, или буйба. Тоже хорошее прозвольство. Я люблю картошку, я все, да. И мы эту почву перемещаем на плоскую крышу и садим там сад, а коробка. Как у вас за спиной, да? Вот здесь было море, да? Посмотрите, и вдруг в море появился вот этот остров. Ну, остров не насыплено, он стоит на сваях, для того, чтобы не нарушать гидрологию воду. Сваи сибирской действенницы. Нет, это железобедок. Лучше всего железобедок. Сталь плохо стоит. Но это не важно, да? Это колонна, которая передает нагрузку на гроб. То же самое, как, допустим, если мы песок насыпем, он тоже передает на нагрузку. Но, если вы, как вот, пальмы эти, да, острова, Эмираты, в Дубае, в частности, да, они гидрологию море испортили. Там загнивает вода, там даже запасы, да? Нарушено движение. Это Дубай-Марина, да, район, по-моему? Нет, ну, там много этих проектов с помощью насытных островов. Это плохой вариант решения этой проблемы. Лучше сделать железобедокную плиту на два года. И опереть его на сваях. И пусть вода гуляет. Это как здесь. Да, как текли, там, течение, так они будут течь. Как рыбоплава, пусть так и... Как мидии там жили, пусть и живут эти мидии. Наоборот, мы можем оградить потом эту плиту, сеточки, и выращивать на море какую-то, а какую-то. И обеспечивать питание вот тех, кто здесь живет. Здесь живут, да? Потом, значит, плита железобедокная, на нее мы размещаем мощный слой почвы. Больше, чем в природе, потому что в природе почва, ну, 20-30 сантиметров, это дороже. Это чернозем, там, может быть, метр, да? То есть мы, большой слой, чтобы посадить сады, деревья и так далее, да? Здание опирается на дно, оно не на плиту опирается. Естественно, фундамент уходит в дно, и он, да, здание устойчивое, так. И потом на этажах тоже сады, видите? То есть была вода, появились сады, появилось жилье, появилась зона отдыха, видите, пляж. Независимо от направления ветра, есть подветренная сторона, где нет волн. Мы можем всегда найти место, где можно купаться, независимо от пола, потому что, потому что есть такая защищенная сторона от волн. И есть две дороги, которые идут на разных уровнях, вдоль линейного города и поперек линейного города. Видите, вот он пошел по морю. С провисанием, да, какой. Да, вот тоже очень, в той логике, что я сказал, да? При этом две-три минуты ты на берегу, то есть ты не оторван от суши, ты живешь на суше. Две-три минуты, это то же самое сейчас с высоткой, пуститься вниз, надо тоже потратить на три минуты. Ну да. И когда говорят, что лучше всего ставить небоскогу рядом, и у меня был пример в Губае, когда министр транспорта Губае рассказывал, что вот они строят небоскогу, что это классно, что это хорошо. И мы стояли на 40 этаже строящегося здания, и метр в 50 стояло другое здание, которое строится. Я спросил, как вы думаете, чтобы от 40 этажа попасть на 40 этаж, в здание, которое стоит в 50 метрах от нас, сколько времени надо? Прикину так, рассчитал, прийти, нажать кнопку, подождать, поехать. Говорит, минут 10. А здесь здание стоит в километре, время в пути полторы минуты. Какое здание ближе? Вот это. Но оно безопаснее, потому что то здание, перед 7 метров, оно упадет, они как доминочки падают. Бомба упала, нет города. Все уж ляжет. Ну, то есть, скученность, это плохо. А у нас, видите, и нет гнета на природу, потому что оно распределено, рассредоточено. И в то же время, в то же время транспортной доступности, этот, как бы, кварталы, они более доступны, чем в существующих мегапульсах, где все куча. Анатолий Эдуардович, ну, в городе, допустим, до 150 км в час, скорость движения междугородный Skyway еще быстрее, до 500 км в час. Такими скоростями получается, то есть, по логике развития этих линейных городов, что они могут простираться на тысячи километров? Я прав или? Да, конечно. И опять же, зачем нам из конца в конец такого города ехать? Вот в Владивосток мне не надо каждый день ездить, да? Один из таких вот городов может быть Санкт-Петербург, Москва, Владивосток. Это все один линейный город? Один линейный город, где могут жить 200-300 миллионов человек. Комфортных условий. Это полоса, которая идет по югу России, которая наиболее комфортна с точки зрения климата, да, доступность и так далее, наиболее комфортна для проживания. Зачем жить за полярным кругом? Туда нужно ездить на работу, в Норильск тоже. Если будет скоростная дорога, Красноярск, Норильск, то можно на вахтовом метро туда ездить на работу, жить в Красноярск. А Красноярск будет входить в линейный город. Фантастика. Да, ничего фанатичного нет. И оно будет в той логике, как я сказал. Понимаете? И у вас может быть гектар из земли, у вас может быть в слое родового, может быть, в слое родового поместья, понимаете, которое можно построить на века, а не просто какого-то временного жилья, понимаете? Скажите, пожалуйста, Анатолий Эдуардович, это все мы говорим теоретически, а может быть, уже есть у вас какие-то конкретные проекты линейных городов, которые SkyWay реализует и, по крайней мере, ведет переговоры о реализации? Можем мы? Чем мы таким уже похвастаться? Нет. Вот вы упомянули Дубай, вот какие-то такие... Нет, мы ведем переговоры, а этим не хвастаются. Хвастаются результаты. Дезутата нет. Мы ведем переговоры и всем интересно, в том числе и Почву, тем более в Дубае там пустыня, в Саудас-Карай, в Египте там пустыня. В Китае там... треть Китая тоже пустыня. Это многим странам интересно. Это логика линейных городов тоже всем интересно. Но тут есть одно но. Вы покажите все. А так ли все красиво, как вы говорите? А вот вы в чем-то ошибаетесь. А вот вы чего-то там не додумали, не доработали, да? Поэтому важно показать. И мы это делаем в Экотехнопарке. Поэтому... И даже тот же гумус, как я понимаю. Тот же гумус, конечно, у нас разработана технология, мы ее уже начнем реализовать в этом году. И первое, как бы, вот огороды, сады мы посадим, да? И можно сказать, первым год сытым. Помидоры и редиску, да, мы вырастим как раз вот на почве, которую мы же сделаем. Причем эта почва будет богаче тех почв, что есть в Голоруссии раз в десять. И производительнее, да? Мы хотим это показать. как часть вот инфраструктуры транспортно-коммуникационной, да? Жилой, производственной. Мы же там все элементы тоже и производственные, там же цеха у нас будет. У нас станции, вокзалы, терминалы. Не просто будут дороги, да? А вся инфраструктура. Потому что и дом, жилой дом будет построен, который вот этой логике доступно жилье. Чтобы у вас был дом площадью там двести-триста квадратных метров, и он был, ну, не дороже там, пятидесят тысяч долларов. Не дороже. Так? Который будет умным домом, будет светлым, теплым, потому что почва будет, это же теплоизолятор. То есть даже эту функцию почвы будут выполнять на крыше, да? Который вас может прокормить полностью. Дом. Не огород, а дом. Потому что на крыше будет сад и огород, который прокормит всю семью. Где мы можем использовать энергию и будем использовать энергию земли, тепловую энергию. То есть зимой будем греть с помощью этого тепла, а летом охлаждать дом без кондиционера, с помощью холода, который есть тоже в почве, в земле, да? Где будет использована энергия ветра, солнца. Где будет свое водообеспечение, где канализация. Ведь у нас будет разделена канализация вот в этих домах. Есть канализация, есть биологическая часть, а есть и химия, да? Допустим, циральная машина, там химия. Они будут разделены. И там, где есть биология, вот это, оно будет переработано в определенном образе. Оно назначено в почву в виде гумуса. Даже это будет. Это другой дом. Он самозасладочный, можно как бы жить независимо от источников энергии, воды, транспорта. Спасибо большое, Антолий Эдуардович. Все, что я сегодня услышал, поистине поражает воображение. Большое спасибо за то, что вы задали грамотному лесу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очевидно, что эпоха автомобиля заканчивается. Одним из ярчайших свидетельств того, что альтернативы проекту СКВ, и в частности получившей мировое признание концепции линейных городов нет, является Детройт. Это великий город, который дал миру икону автомобилестроения Ford Mustang и студии звукозаписи Motown Records, Майкл Джексон, а также многие другие. В 1950-х годах он был одним из центров американского машиностроения. Город поистине процветал и стал одним из самых богатых городов США. Автомобиль создал этот город. Автомобиль же его и убил. В 1973-м году разразился нефтяной кризис во всем мире. И больше всего от него пострадала большая американская тройка, а именно General Motors, Ford и Chrysler. Автомобили которых огромные, дорогие, прожорливые не смогли конкурировать с малолетражками, более экономичными европейских и японских, в первую очередь, производителей. Автозаводы начали закрываться, люди начали терять работу и уезжать из Детройта. Население которого в начале 50-х годов прошлого века составляло 1 миллион 800 тысяч человек, стало уменьшаться и в данный момент жителей Детройта насчитывается всего лишь 680 тысяч. Некоторые районы города буквально заброшены. Уровень преступности один из самых высоких в Северной Америке. А в 2013 году Детройт вообще стал банкротом. Причем это самое масштабное банкротство в истории всей Северной Америки. Очевидно, что 40 лет назад те малолетражные автомобили, которые отвоевали место под солнцем, победив прожорливых монстров, сейчас должны уступить свое место проекту Skyway, который, кроме того, что спасет экологию, сам же займет подобающее ему место на втором уровне, вернув людям место для жизни на поверхности Земли. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте компании по адресу www.svedofisystems.com присоединяйтесь к нашему проекту. И чем быстрее вы это сделаете, тем раньше мы станем с вами жить в таких городах, о которых сегодня можно только мечтать. Строй Skyway, спасай планету. Субтитры создавал DimaTorzok